Для приготовления быстрого шоколадного торта вам понадобится яйца, молоко, сахар, мука, растительное масло, какао-порошок, разрыхлитель, клюква, сливочный сыр, сливочное масло, сахарная пудра, клубника, малина, ежевика и голубика. Перелик ингредиентов, как на великий, справжний торт. Именно такой торт мы и приготовили. Поехали! Нужно взять миску, в которой мы будем делать тесто. Четыре яйца, два стакана сахара. С помощью миксера перебиваем все в однородную массу. Супер! Следующий шаг. Берем такую же миску еще одну. Насыпаем 8 столовых ложек какао, 2,5 стакана муки и туда же пойдут 4 чайные ложки разрыхлителя. Ой, а в мене распушивать закинчився. У нас теперь не выйдет торт? Ну, раз нет разрыхлителя, не беда. Мы можем приготовить пекарский порошок самостоятельно. Я побоюсь, друзья, что это завадит нам встигнуть приготовить десерт. Мы же будем вытрачать час. Берем чайную ложку соды, 2 чайные ложки кукурузного крахмала и чайную ложку лимонной кислоты. Все так просто? В той смеси, которую мы сделали вместо разрыхлителя, получилось как раз 4 чайные ложки. В общем-то, заменили одну на другую. Как легко мы вырешили проблему. И теперь добавляем сухие ингредиенты к влажным. Поступово? Да, по чуть-чуть перемешиваем. Следующий ингредиент – это молоко. Нам понадобится 400 миллилитров. И последний ингредиент – один стакан растительного масла. Я предлагаю еще раз воспользоваться миксером, чтобы до однородного состояния все перемешать. Отлично! Стоп! Какой однородный тесто! Бонус – это свежая клюква. Добавляем 100 граммов. Засыпаем. И аккуратно лопаткой вмешиваем, чтобы она осталась целой. Ну, собственно, все, можем выпекать. Нам понадобятся силиконовые формы диаметром 20 сантиметров. В три штуки. И мы равномерно зальем наше тесто бисквитное в эти формы. Главное, чтобы было равномерно, чтобы у нас были все коржи одинаковые. Все! Нам доведется выпекать их там по черзи. Да, по пять минут мы будем выпекать каждый корж. И в итоге мы потратим 15 минут. За пять минут! Это набагато швидше, чем в духовке. Набагато швидше. Итак, у нас прошло 15 минут. Последний бисквит можно доставать из микроволновки. Дивите, какие они пухкие. А найголовнее то, что мы их очень быстро приготовили. Все благодаря микрохвильевке. Сатурн, для дома на долгие годы. Я так понимаю, что большую часть работы мы уже сделали. Надо их проверить на готовность. Мы делаем это с помощью спички. В самое толстое место надо вставлять и проверять. Идеально. Но они готовы. Надо, чтобы немножко отстоялись наши бисквиты. Минут пять. И у нас есть время приготовить крем. В миске смешиваем 200 граммов мягкого сливочного масла и 500 граммов сливочного сыра. Ховай от нее, потому что сейчас есть. Я ее знаю, эту кицю. Кицка любит сметану и сыр. И теперь потихонечку начинаем взбивать до пышности, добавляя стакан сахарной пудры. И наш крем готовый. Ура! Вынимайте бисквитики. Они уже остыли. Ой, как хорошо выходит из формы. Верхнюю крышечку нам нужно обрезать, чтобы были коржи у нас ровными. Ой, диви, какая структура. И ерунду видно. Смотрите, какой пористый. Видите, как получилось? Уже хочется его съесть. Очень-очень шоколадный. Правда, он такой нежный. Теперь мы можем собирать торт. Берем блюдо. Выбираем первый корж. Нужно смазать равномерным слоем крема. Можешь не жалеть. Минимум 3 столовые ложки можно положить. Боже, мы почти приготовили торт за такой короткий час. Устанавливаем второй корж. Смазываем также кремом. Я уже с нетерпением хочу запросить своих друзей на этот торт. Потому что я обожнюю десерты. Видите, какой он высокий. Смазываем торт оставшимся кремом. И заглаживаем края. Для оформления торта мы сделаем небольшие бороздочки. Давай я покажу, как сделать. Давай. И вот делаем вот такую вот спираль. Ух ты. Надя, клубнику режем пополам вдоль вместе с зеленой частью. Решту ягод. Малину оставляем целиком. Ежевику оставляем целиком. А голубику режем вдоль пополам. Ну и дальше, девочки, я оставляю на ваше усмотрение креативную часть оформления торта. Это будет торт, который имеет название «Святами за скарбами». Давай, мне нравится эта название. Угощай нашим тортом. Слушайте. Это настоящий скарб. Самый шоколадный торт и все шоколадные. Насколько вкусные эти бисквиты? Я влаштую на своей встрече с друзьями суперечку. Побьюсь с ними об заклад, что я приготовлю торт найсмачнейший в свете. Он такой шоколадный. Это просто на солода, а не торт. Это очень небезопасный торт. Бо неможливо зупинитись. Неможливо. Завдяки ягодам торт не настолько притурный и не чувствуется жирность Крему. Появляются тонкие нюансы. Ага. А я все съела. Ну ты даешь. И настроек так поднялся. Бо тут очень много гормонов счастья. Спасибо, Сергей. Это не перевершено. Я не могу остановиться.